Всем привет! Вы смотрите канал Девайс. Сборка компьютера с нуля не самая простая задача для неподготовленного человека, а серьезная ошибка в процессе может привести к выводу из строя одного или сразу же нескольких комплектующих. Если вы не готовы к таким рискам, имеет смысл рассмотреть покупку готового системного блока. Но и здесь важно ответственно подойти к выбору, чтобы получить сбалансированную сборку. В данном видео я расскажу о 7 оптимальных вариантах из разных ценовых сегментов. Ссылки на все компьютеры вы найдете в описании. Там же есть промокод для выгодных покупок. Желаю вам приятного просмотра! Данный системный блок относится к вариантам начального уровня, ведь по уровню производительности в большей степени подходит для офисных задач интернет-серфинга. С играми он тоже должен справиться, но не в Full HD разрешении и с низкими настройками графики из-за достаточно слабой видеокарточки. Nvidia GeForce GT 1030 на 2 ГБ. При этом процессор в нем Intel Core i3-10100F. Это неплохой бюджетный камень с четырьмя производительными ядрами и восемью потоками. Он установлен на материнскую плату с чипсетом H410, а значит в будущем можно перейти на i5-10400F, но на что-то более мощное рассчитывать не стоит. Оперативной памяти в компьютере 8 ГБ с базовой частотой 2400 МГц и без возможности разгона из-за ограничений материнской платы. Этого объема более чем достаточно для повседневного использования. Накопитель SSD на 480 ГБ и предустановленный Windows 10 Pro. Правда, стоит учитывать тот факт, что операционная система не активирована. Хочешь лучше разбираться в компьютерном железе и сборках? Подпишись на канал девайс и прожимай колокольчик, совсем скоро выйдет новое видео. Следующий системный блок выходит дороже, но он подходит не только для офисных задач, но и для игр в Full HD разрешении. Причем с большинством современных проектов он отлично справится на средних настройках. Но все же обо всем по порядку. Процессор в данном ПК Intel Core i3-12100F. Это самый новый четырехъядерник от компании Intel, который сразу же после выпуска стал королем бюджетных сборок из-за высокого уровня производительности, сравнимого с Core i5 10-го поколения. Видеокарта не самая новая, но все еще актуальная NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ памяти. Оперативной памяти 8 ГБ, а работает она на частоте 2666 МГц. Постоянной памяти 480 ГБ, обеспеченной высокоскоростным SSD-накопителем. Как и в прошлый раз, установлена операционная система Windows 10 Pro, но без активации. Мне данный системный блок понравился еще и тем, что у него присутствует возможность апгрейда. Материнская плата на H610 чипсете справится и с Intel Core i5-12400F. А мощности блока питания в 600 Вт хватит и для более производительной видеокарты. Что вы думаете об этом ПК? Делитесь своими мыслями в комментариях. А вот этот ПК при относительно небольшой цене уже смело можно назвать игровым. Более того, он справляется с максимальными настройками графики во всех современных играх из-за видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти. А благодаря использованию технологии DLSS она без проблем будет тянуть все новинки еще несколько лет. Процессор в сборке Intel Core i5-11400F с шестью ядрами и многопоточностью. Пусть он построен на уже устаревшем сокете LGA1200, его производительности более чем достаточно и для более мощных видеокарт. А вот в плане апгрейда есть ограничения из-за материнской платы на H470 чипсете. Оперативной памяти 16 ГБ с частотой 3200 МГц. Это оптимальный объем ОЗУ для 2022 года. 32 ГБ актуальны только для специфичных задач по типу монтажа или, например, моделирования 3D объектов. В сборке установлена связка из SSD на 480 ГБ формата М2 и обычного жесткого диска на 1 ТБ, который можно использовать в качестве файла хранилища. Напоследок отмечу добротный блок питания на 800 Вт. Его мощность даже избыточна для данного набора комплектующих. Много эксклюзивных материалов, а также оповещения о выходе новых роликов публикуются в нашем Телеграм-канале. Подписывайся, ссылка в описании. Если вы практически никак не стеснены в бюджете, то имеет смысл ориентироваться на системный блок, который справится уже не с Full HD, а с 2К-разрешением в современных играх. И в таком случае данный пока отличный выбор из-за сочетания характеристик. Он построен на базе мощного восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5800X, который отлично работает по умолчанию, но также поддерживает разгон. В пару к нему идет видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070, которая ориентирована в первую очередь на игры в 2К. Где-то она может не справляться с максимальными настройками в 60 фпс, но это легко исправляется включением технологии DLSS. Оперативной памяти уже 32 гигабайта, а значит данный ПК отлично подходит не только для игр, но и для различных профессиональных задач. Как и в предыдущем случае, он оборудован высокоскоростным SSD накопителем на 512 гигабайт и жестким диском на 1 терабайт. Windows 10 Pro предустановлено, но не активировано. Напоследок отмечу еще один недостаток – встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного интернет-подключения. Хочешь узнать, сколько сейчас стоит этот или другие системные блоки? Разворачивай описание под видео, там есть все необходимые ссылки. Все предыдущие сборки в качестве графического ускорителя использовали карточки от NVIDIA. В этой же установлена AMD Radeon RX 6700 XT, которая по уровню производительности сравнима с RTX 3070 Ti, но имеет больший объем видеопамяти 12 гигабайт против 8. А еще она имеет лучшую энергоэффективность. Процессор в данном ПК ранее упомянутый шестиядерный Intel Core i5-11400F. При этом возможен апгрейд на что-то более мощное из-за материнской платы на B560 чипсете. Оперативной памяти в сборке 16 гигабайт, хотя за такую стоимость хотелось бы получить уже 32. Объем накопителей стандартный – скоростной SSD на 500 гигабайт и HDD для хранения файлов на 1 ТБ. Этот ПК самый сбалансированный вариант для Full HD гейминга на максимальных настройках с большим запасом или для 2К разрешения с высокими настройками графики. Связано это с оптимальным выбором процессора и видеокарты. Современный шестиядерный Intel Core i5-12400F отлично подходит к NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на 8 гигабайт видеопамяти. Такое сочетание имеет невысокое энергопотребление, но отличный уровень производительности, которого хватит как минимум на 3 года для игр и рабочих задач. Фирменный компьютер от Asus линейки TÜV Gaming оснащен 32 гигабайтами оперативной памяти и материнской платой на B660 чипсете, а значит в будущем возможен апгрейд на i7-12700F уже с 12 ядрами и 20 потоками. Для хранения данных используется связка из SSD на 512 гигабайт и 1 терабайтного жесткого диска. Предустановлена операционная система Windows 10 Pro с активированной лицензией. Заодно отмечу очень продуманный корпус с отличной продуваемостью и стильным дизайном. Если вы ищете ультимативную производительность, то однозначно стоит рассмотреть к покупке данный системный блок от компании Gigabyte, построенный на базе флагманского процессора Intel Core i9-11900K, с 8 ядрами и 16 потоками и отличным разгонным потенциалом. Даже в стоковом состоянии он имеет избыточную производительность для большинства рабочих задач, игр, но из-за водяной системы охлаждения он будет отлично себя чувствовать даже в экстремальном разгоне. В порог процессору идет видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 на 10 гигабайт. Это не флагманская модель, но все же ее достаточно для высоких, а где-то даже максимальных настроек в 4К гейминге. А если FPS просаживается ниже 60, то ситуацию кардинально исправит технология DLSS, которая отлично подходит для такого разрешения. Лично мне не до конца понятно, почему производитель установил только 16 гигабайт оперативной памяти, хотя в таком ценовом сегменте хотелось бы рассчитывать как минимум на 32, а в идеале даже на 64 гигабайта. Но если данного объема вам будет не хватать, то оперативки можно добавить. А вот в постоянной памяти с избытком в ПК установлен один SSD накопитель с интерфейсом PCI-Express 4.0 на 1 терабайт под операционную систему и игры, а также один менее быстрый SSD на PCI-Express 3.0 с двумя терабайтами памяти для хранения данных. На этом наша подборка лучших системных блоков подходит к концу. Повторюсь, ссылки на все упомянутые товары вы найдете в описании под видео. Там же есть скидочный промокод. Если данный топ был для вас интересным и полезным, то ставьте лайки. В комментариях пишите, какой компьютер вас заинтересовал. Подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Совсем скоро увидимся!